Партнер программы «Оперативная съемка» – информационно-рекламный холдинг «Бизнес Кейс». Сегодня в программе. Пьянки, дебоши и долги. Как приморцы отгуляли Первомай. Школьница из Владивостока спасла малыша на железной дороге. Приморское село снова отрезало от большой земли. Свет возвращается в край. Сабсерферы спасли утонувшие автомобили во Владивостоке. Сабсерфинг – как не стать жертвой красивого, но опасного спорта. Главная тема программы. Пьяными дебошами и хулиганскими выходками отметили приморцы майские праздники. Сотрудники вневедомственной охраны в Приморье получили 144 тревожных вызова. Большинство сигналов поступило из развлекательных заведений, сообщает Риа Владнюс. В отделы полиции правоохранители доставили 36 человек, подозреваемых в совершении преступлений, и 76 человек за совершение административных правонарушений. Во Владивостоке женщина в состоянии алкогольного опьянения хулиганила в баре на Океанском проспекте. 36-летнюю посетительницу заведения доставили в отдел полиции и составили в отношении нее административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». В находке тревожной кнопкой воспользовалась администратор кафе, расположенного на улице Ленинской. Группа приятелей отказалась платить счет на сумму свыше 16 тысяч рублей. Вели себя агрессивно. Местные жители доставлены в отдел полиции. Школьницу из Владивостока Ярославу Родионову наградили за спасение 4-летнего малыша, который случайно остался без присмотра на железнодорожных путях станции «Садгород». По словам самой девочки, она шла на тренировку, когда услышала плач ребенка со стороны железнодорожных путей. Как потом выяснилось, мальчик Володя должен был ждать бабушку в подъезде, пока та одевается. Но, побежав за собакой, оказался один на рельсах. Он сильно плакал и упирался, но я схватила его и вытащила с путей. «Всего через несколько минут проехал поезд. Я поняла, что не зря торопилась. Привела его в кассу, успокоила его, мультики включила», – рассказала девочка. Ярослава дождалась, пока билетный кассир позвонила в транспортную полицию, и нашлись родители малыша. Губернатор Приморья Андрей Тарасенко вручил школьнице нагрудный знак «Горячее сердце», диплом и путевку во Всероссийский детский центр «Орленок». Приморское село Крауновка снова отрезало от большой земли. Из-за мощного циклона и обильных осадков на территории Уссурийского городского округа произошел подъем уровня реки Крауновка, и временный мост оказался под водой. По информации МЧС России по Приморскому краю, подтопления населенного пункта нет. Проезд для автомобильного транспорта повышенной проходимости не ограничен. По прогнозам специалистов, в ближайшие сутки для данного участка пройдет пик дождевого паводка, и уже ночью 5 мая уровень воды начнет снижаться. Угрозы для населенного пункта нет. В связи с возможным подъемом уровня воды в реке Крауновка был ограничен проезд легковых автомобилей. В целях безопасности выставлен пост ДПС. Силами отдела ГО и ЧС администрации Уссурийского городского округа выставлена лодочная переправа. В пострадавшие от циклона районы Приморья возвращается свет. В настоящее время восстановительные работы продолжаются в селах Тимофеевка, Некруглова, Михайловка, Монастырище и Сибирцево. Электричество вернулось в дома жителей Хасанского района, где наблюдалась наиболее сложная ситуация. Также восстановлено электроснабжение в ряде населенных пунктов Артема, Уссурийска, Пограничного, Пожарского, Октябрьского районов. Отключение электричества произошло из-за сильного ветра и осадков. За сутки в Крае произошли 60 аварийных отключений электричества. Шторм доставил массу проблем не только жителям Края, но и Владивостокцам. На улице Космонавтов уже по традиции огромная лужа затопила не только дворы, но и припаркованные в них автомобили. Один из которых заглох прямо посередине озера. На помощь автомобилистам пришли сапсерферы. Молодые люди не упустили возможности прокатиться на доске по городской улице. Все происходящее ребята снимали на видео и фотографировали. Между тем, повальное увлечение сапсерфингом, виндсерфингом и другими видами спорта, связанными с выходом в открытое море, порой приносит сотрудникам МЧС немало хлопот. Как сохранить себе жизнь и здоровье в случае непредвиденной ситуации на воде. Об этом нашей программе рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Леонид Маковецкий. Настал у нас уже навигационный сезон. Как вы знаете, открыт. Не за горами у нас купальный сезон. О чем хотелось бы в этом интервью дать, что большую заботу вызывает то, что с каждым годом на водных акваториях появляется очень много различных видов отдыха. Это сапы, виндсерфинги, каяки и так далее и тому подобное разного рода. Везде идет реклама, обучаем. Да, эти, если их так можно назвать, плавсредства нам не поднадзорны. Но, тем не менее, каждый год, каждый год. И это все чаще, потому что больше любителей становится. Именно такого отдыха у нас вызывают проблемы, потому что, к сожалению, природные условия у нас таковы, что если мы берем Амурский и Уссурийский заливы, и в целом залив Петра Великого, я имею в виду морское побережье, это ветра меняются два раза в сутки, везде имеются как общее течение, так и внутри бухт, и это все вызывает у нас тревогу, и чаще всего люди попадают в беду, и мы вынуждены быстренько реагировать на выручку. Но здесь какие проблемы возникают, что человек на этих всех видах отдыха, он не имеет с собой, как правило, ни радиостанции, ни того же телефона, ни какого-то снабжения. Но, тем не менее, элементарные меры безопасности, элементарно, еще раз повторяю, элементарно достаточные, они просто необходимы. Это, в первую очередь, конечно, посмотреть на погоду. Во-вторых, надо понимать, что если вы находитесь во Владивостоке, там, либо в Находке, то, если берем Владивосток, здесь у нас и Амурский, и Уссурийский заливы в своем большем объеме являются именно портом Владивостока, где осуществляется круглогодичная навигация всех типов судов, как больших, так и маломерных. И здесь вы себя подтвергаете не только погодным условиям, но и волнению, которые создают, либо могут утянуть. Есть притягивающие эффекты к судам, особенно к большим. Вот это надо все учитывать. Ну, естественно, погодные условия, что при благоприятных погодных условиях. Также необходимо понимать, что если вы находитесь в одних плавках, то, к сожалению, вода такой аспект, что долго можете не продержаться. Эта температура воды зависит и от других условий. Здесь необходимо, чтобы был как минимум и как максимум гидрокостюм, конечно, чтобы вы могли, даже находясь в воде, подплыть к своей доске или к другому, на чем вы там пытаетесь соревноваться, либо обучаться. Также необходимо, если это на каяках, либо байдарках, это спасательные жилеты. Но в зоне, именно где находится судоходство, это плавание запрещено. И по правилам капитана порта и порта Владивосток. Также такие правила существуют во всех портах. И в находке, и неважно в каком существуют правила портов. Где без движителя категорически запрещается плавание. Это связано с тем, что вы не сможете сманеврировать, потому что у вас нету движителя, и не дай бог попасть под какое-то движущееся плавсредство. На что хотелось бы еще обратить внимание, это как минимум человек должен уметь хорошо плавать. Ну и естественно, это пройти первоначальное обучение, потому что вы видите, что очень много различных общественных организаций, которые занимаются именно морской тематикой. Другие, они обучают. У них есть профессиональные люди, которые этим занимаются. Они элементарные навыки, элементарно, что надо делать, подскажут, научат. И после этого на закрытых, желательно, конечно, водоемах, если даже и в открытых водоемах, каких-то бухтах Приморского края. Еще раз повторяю, это должно быть максимально приближено к берегу, чтобы вас не унесло ни ветром, ни течением. Потому что, еще раз говорю, погодные условия у нас меняются, как правило, два раза в сутки. Это при нормальных погодных условиях. И смена погоды происходит очень быстро и резко. Ну и, как я уже указал, это должны быть спасательные жилеты, либо это элементарно где-то свисток. Потому что кричать с воды, и вы должны понимать, что вы находитесь на уровне воды, заметить вас очень тяжело. Потому что это не какое-то надстроенное над водой сооружение плавучее. А вы находитесь, и зачастую, имея небольшое волнение, вы сравниваетесь с водной гладью, и обнаружить вас очень тяжело. Что касается гидрокостюмов, то, еще раз повторюсь про них, помимо того, что должен быть человек в гидрокостюме, гидрокостюм желательно, чтобы он был ярким. Это тоже немаловажно, потому что, если он черный, либо серый, также сливается с водной гладью. Поэтому элементарные эти вещи надо выполнять. Хотелось бы обратить внимание, что одному человеку заниматься этим категорически запрещается. Желательно, чтобы это была группа людей, чтобы вы друг друга наблюдали, могли всегда оказать помощь. Либо ваш друг, либо сосед, либо родственник мог вовремя среагировать и позвать на помощь уже других профессиональных спасателей. Вот вкратце, чтобы я хотел бы прокомментировать, потому что случаев этих очень много, они постоянно случаются. Зачастую нам приходят сообщения, я благодарю жителей, потому что у нас все на сопках, и есть люди, которые любят любоваться морем, а сейчас все дома стараются, чтобы выходили. И нам зачастую поступают звонки либо от жителей, либо от бабушек, дедушек, сидящих у окна. Да, вот там человек что-то там был-был на водной акватории, вроде на какой-то доске, и потом исчез. Ну и получается, начинаем реагировать. Поясняется их там один или два человека, оба выпали в море, ни друг другу не могут оказать помощь, ни сообщить никому. Поэтому здесь необходимо, желательно, конечно, с инструкторами, с какими-то, либо с обеспечением, чтобы было какое-то плавсредство. Но, тем не менее, эти меры предосторожности, их надо выполнять, обезопасить себя, обезопасить своих родственников, и не дай бог, чтобы не произошел несчастный случай. Партнер программы «Оперативная съемка» информационно-рекламный холдинг «Бизнес Кейс». Субтитры создавал DimaTorzok